Никогда такого не было, чтобы новый канал создавали, первое видео заливали, и он миллион чтобы собрал. А он миллион собрал за неделю. Какой вывод, я не понимаю. Вторую серию мы заливаем, и он опять рекорд делает, за сутки миллион набирает. Блин, слишком грубо, как будто еще что-то. Я бы больше заработал на рекламе. Там где 6 миллионов, конечно, больше. В среднем, если мы говорим 2 миллиона, например, это тоже серьезная цифра, по любасу. Для Казахстана это большая цифра. Я думаю, на уровне СНГ. Молодым, молодым, талантливым, кто уже понимает этот рынок, кто уже в прокате какие-то деньги зарабатывает, у кого фильмы смотрибельные, и люди идут, смотрят. Я вот идею расскажу, по сути я все же сделал уже, но это же практически ничего. Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак. И вот наш очередной выпуск. Сегодня мы поговорим в нашем видео с Акеном Токтагуловым. Вот это продюсер, ну, у тебя, по-моему, несколько проектов, да, но вот самое известное, просто чтобы сразу, как сказать, заявить, это Карапаэм Карат, правильно я сказал? Да, да. Да, это такое явление на нашем казахстанском YouTube, вот, ну, и несколько проектов, которые ты еще делал, да, и не делаешь сейчас еще. Карапаэм Карат – это вот второй проект, а до этого делал это вот Айдар Куф Лайт. Да, кстати, это ты делал, мне нравилось, я уже говорил, по-моему, про это в наших выпусках, да? Это вот был первый проект, а потом вот второй проект, это уже Карапаэм Карат. Сейчас готовимся к третьему уже проекту. Расскажи, пожалуйста, ну, как бы, у нас, знаешь, гости делятся на несколько категорий, если коротко можно сказать, там, расскажите ваш профессиональный творческий путь, там, ну, есть люди, которые, там, типа, телевидение, кино, там, ну, ГБГ, сериалы, например, там, есть гости, которые КВН, там, телевидение, потом, я не знаю, там, YouTube, да, там, ну, там, Рустик у нас, например, был, Весенгириев, у него, там, а, ну, у него такой, КВН, телевидение, YouTube, вот, ну, у меня там, знаешь, КВН, нефтепродукты, там, потом телевидение, вот, ну, расскажи, ну, как, откуда, какая у тебя схема? У меня также, да, тоже КВН, потом был Бас Продакшн, потом у меня, как бы, ивент индустрии, там, можно сказать, шоу-бизнесом, с певцами работаю, как директор, потом кино с Аскаром Биссеменом, вот, начал уже, как бы, сценарий писать, так уже, а потом вот уже, как продюсер уже, вот, начал с первого проекта, это Айдар Кулф Лайф, и вот второй проект, сейчас, Харапаем Хайрат. Ну, после, после КВН, получается, ну, вот, в команды вместе, вот, в Бас Продакшне, да, у Аль Кубека, а ты там, как, кем был, потому что он мне рассказывал, что сначала там были только авторы, то есть ты был автором. Ну, я и был автором, и плюс на мне была, как бы, административная часть тоже на мне была, и дальше мы, как бы, тоже параллельно еще мероприятия организовывали, больше такой, с артистами больше работали, на проекте, там, Дуал Шоколад, я был музыкальным продюсером, актеров, ну, в смысле, артистов подбирал, певцов, а потом, как директор, вот, я работал с Мадиной, с Адвокасом, два года, потом работал с группой The Jigits, это уже после бас-продажной, и еще работал с Ренатом Гайсиным тоже, по большим мероприятиям, по концертам, там, по организациям. То есть, в Казахстане, да, организация? Да. Потому что мы уже не только, по-моему... Ну, не только в Казахстане, но и мы в России тоже, как-то, какие-то эти, там, частные вечеринки, что-то делали, много чего. И вот потом The Jigits, в общем, переехали в Москву, я здесь и остался, и потом что-то с Аскаром. Вы написали несколько фильмов, да? Четыре фильма, четыре фильма мы написали. Да. Это больше, чем кино, «Жена не стена», потом «Кино по понятиям», и вот «Наш милый доктор 2», который сейчас в процессе, вроде. Да, да, еще не вышел. Понятно. И вот потом «Айдер Кулф Лайф» тоже вместе писали. А «Айдер Кулф Лайф», вот он вышел на... То есть, там, как, заказчик, да, или как это называется? С Ален в социал-медиа. С Ален в социал-медиа. Они когда только открылись, вот я им предложил такую идею, они как бы одобрили, и потом вот с Аскаром вместе его делали. Аскар был режиссером, я продюсером. Прикольно. Писали сценарий вместе. Да. Ну, мне, кстати, этот проект нравился. Я, кстати, не знал, что это ты делал. Но мне он нравился. Там тогда же вышли, ну, для меня вот, как сказать, вышли одновременно вот «Кумара» проект. Да, да, да. 39 квадратных метров. А мы вот первые, это вот, мы первые аутсорсинг с Ален в социал-медиа. Это вот «Кумара» проект и вот «Айдер Кулф Лайф», там не только два на аутсорсинге. А остальные там свои, конечно, какие-то проекты в основном. Понятно. Расскажи, пожалуйста, как вообще это происходило. Ну, то есть, в смысле, вы пришли с этой идеей в «Салент социал», они сказали, что они будут заказывать это, ну… Ну, они изначально же такую, вроде, презентацию делали, куда я, как бы, кажется, не попал даже. И они уже тогда начинали такие проекты искать. Да, то, что приносите, да. Они обращались ко всем, кто сейчас этим занимается, кто что снимает. И тогда мы несколько идей понесли, и вот понравился «Айдер Кулф Лайф», потому что там, тогда они же были… До времени архвата тогда прям, да. И одобрили, и вот мы отсняли вроде. Тогда, в принципе, тоже один из таких казахских контентов, который на YouTube был один из таких хороших вроде. Ну, не нравился даже больше, даже не тем, что это про них. Ну, как бы… Я, Твинсин, ну, тогда время знаю, а как бы… Ну, даже не потому, что это «Ани», мне вообще сам формат нравился. И такое интересное было «Юмо», вот это особенно, когда что-то такое, ну, там… Ты часто этот пьем применяли, там… Что-то говорит, там подвисает камера, ну, типа, в паузе, потом раз обрывает. Ну, то есть, я имею в виду, что… Такой как «Лайф», что есть человек в камере, с камерой, который снимает частную жизнь. И я даже понимал, что где-то, ну, может быть, там, в отличие от каких-то ситкомов, ну, в которых, там, например, Оскар, в том числе, ну, достаточно силён, он даже, может, и структурно, он не совсем так, ну, так вы пишите, но всё равно это как-то… То это полускетчи, полу такие сценарии… Но всё равно было прикольно именно за счёт вот этой подачи, ну, этого проекта. Да, и зрители не совсем понимали до конца. А, да, да. Это на самом деле они так живут, или это всё прописано? А, да, серьёзно? Да, там, и потому что, да, по комментариям я это всё мониторил, читал всё. И там много таких было, что они там, типа, на самом деле, да нет, это, говорят, враньё, значит, такого не может быть, там, в этот день они там были, вот такие даже писали. Ну, некоторые верили даже в определённое количество, то, что это на самом деле, это и то, что мы показываем их жизнь. Расскажи, пожалуйста, и как после этого ты предложил, или как это происходило, вот, Карапаем Хайрат? Вот, закончился проект, потом какой-то был такой перерыв, мы, кажется, вот, с Аскаром писали уже, что мы писали, доктор, кажется, писали, или ещё что-то. А потом позвонили, вот, Хуат позвонил, сказал, что ещё есть проект, или будем продолжать второй сезон, будет ли. Угу. И мы там несколько идей собрали, я пришёл, презентовал, и вот, вот это вот, Карапаем Хайрат, потому что я сам больше верил, это вот моя идея своя, и она тоже понравилась, но они так сомневались чуть-чуть сказать, ну, пилот давай снимем, потом посмотрим. Вот, потом сняли, залили. Смотри, вы заливали на нулевый канал, да? На нулевой, да, новый канал. Залили первую серию, она там 10 минут у вас, да, или любую? Первую серию где-то по 20 минут, ближе к 20, да. А, да, хорошо. Ага, так, 15.58, да. Да. И что, ну, в смысле, вы что-то делали, то есть, или с saylem social media? Нет, saylem social media, когда я отснял, принёс им до заливки, они посмотрели, и они там разделились на два. кто-то был против, кто-то не против. Я понимаю, у них на рекомендации. Да, потому что это такой, да, в смысле рисковый же проект был, плюс еще в это время как раз на Салем там прям в интернете прям на них, не знаю, нападали прям очень серьезно. И они очень, ну как бы, половина были против, половина за, и мы, в общем, все-таки решили то, что давай новый канал откроем, посмотрим, протестим. И я как бы сказал, что это в любом случае зайдет, нормально зайдет, потому что я до этого очень изучал этот YouTube за это время и знал, что нужно сейчас. Надеялся, что он так зайдет, но не так прям сильно. Он в итоге прям стрельнул, я, наверное, 10 раз меньше его ожидал. Он первое время был 2 сразу, да, почти. Ну, как бы вот, сейчас он уже накопил, как бы, да, вот эти 6, 6 и 6 миллионов, но вот первое, я помню, что это за какой-то короткий срок было 2, что ли, сразу. Нет, он первый собрал с нулевого канала, вообще, как мне потом объяснили, то, что это никогда такого не было, чтобы новый канал создавали, первое видео заливали, и он миллион, чтобы собрал. А он миллион собрал за неделю. Вот, да, вот это вопрос большой, потому что, ну, как ты говоришь, сейчас кажется, что все логично, мы же, знаешь, постфактум уже, поздно. А так, если вы сейчас рассуждали, ну, вот, представь, ну, я так представил, у тебя какая-то замечательная первая серия, да, но все равно на нулевом канале заливаешь видео. Ну, то, что он не взлетит, ну, вполне может быть же, да. Конечно, никто же не знает, никто же не знает, просто он залит, лежит где-то, ну, нету подписчиков. Да, а что вы делали, вы что-то делали, чтобы он так... Ну, мы сделали это, вот, стандарт, как бы, своих друзей, там, знаменитых, просили, то, чтобы в Инстаграм, конечно, тизер закинули, это раз, и все. И за неделю миллион до миллионов дошло. Он сам по себе прям разлетелся, как бы, вот, сарафанное радио или какое-то. Ну, а ты сам понимаешь, почему, почему такое, как бы... Да, 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 почему? Ну, то есть, твое мнение, смотри, твое мнение до того, как ты запустил и как ты думал, да, когда вы писали, и после, это два разных мнения или одно и то же? Нет, нет, одно и то же, одно и то же. Это правда. Да. Ну, расскажи, почему. Вот, правда, говорю. А, потому что правда внутри, саму сериал, да? Да, 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 основная причина, основная причина, это максимальная приближенность к жизни и правде. Ага. Нет вот этого выдуманного, наигранности, как у нас в основном все привыкли, там, любой контент смотреть, который, ну, не бывает такого в жизни. Ага. А там вот один в один, ну, старались хотя бы 90% приблизить к реалии. А, понятно. Вот основная причина. Угу. Потому что человек, зритель, когда смотрит, он, ну, или себя видит, или знакомых видит. Слушай, ну, смотри, вот и вы взяли миллион просмотров, что уже в это время была, какая реакция у Салима? Уже, уже, они прям, они очень удивились. Мы же еще же сделали, как первый... То есть вы деньги сделали на пилот, на свои деньги сняли? Нет, мы у Салима взяли, да, у Салима взяли, да, потом первую серию залили, получается за неделю 100, ой, миллион просмотров и за неделю и 100 тысяч подписчиков. Это серебряная кнопка Ютуба тоже, это рекорд, рекорд, да. Вот так вот, вот так вот. Ну, они потом сразу уже, как бы, одобрили. Да, сказали, давайте снимаем дальше, да? Да. А у вас на этот момент только одна серия была снята, да? Да, и пока вот этот, там, договор всяко, бумажная волокина, мы уже почти уже на свои деньги вторую серию сняли. Ну, а я знаю, что там подписчики начали, по-моему, комментировать очень по-жесткому. Ну, в смысле, дальше, давайте дальше, там, и так далее. И у нас сейчас между сериями перерыв месяц идет. А, одна серия месяц? Хотя мне вначале говорили, да нет, вот ладно, первый, ладно, он стрельнул. Сейчас, если ты, говорит, еженедельно не будешь поддерживать, у тебя там остановятся подписчики. Ещё я говорю, нет, я хочу вот так вот, ну, хочу посмотреть. Ну, потому что до этого советовали, как лучше делать, как активность поддерживать, что делать. И вот, ничего, взяли, и через месяц второй залили, и подписчики росли, росли. Сейчас уже где-то 640, 650, ну, где-то 639 или 38 тысяч. Слушай, ну, а вот после этого, вообще, ты же ещё один проект, по-моему, то есть, ну, вот, или вот, когда Эдер Клофф с Лайфу делали, или, ну, и вот дальше. Салем ещё какие-то методы применяет для продвижения своих? Потому что я смотрю там... Да, у них же много же инструментов. У них есть инстаграм, есть много очень таких продвинутых, ну, в смысле, популярных этих страниц есть, где они там вайны свои заливают. И там они как-то поддерживают. У них есть, там, другие каналы были, помимо, когда Хайрат ещё, в смысле, только создавался, были другие каналы. Но они не могли продвигать этот проект. Потому что изначально мы, как бы, договорились, что это сам по себе независимый канал. И Хайрат, это не проект был Салема. Первые три серии. А изначально вообще договорились, что до пятой, до шестой серии даже не будем раскрывать то, что это Салем. Заказчик. Да. Поэтому до первых трёх серий, они никто не знал, потому что это Салемовский проект, и они не могли никак продвигать. Мы только сами. Мы первую серию только продвинули вот так через инстаграм. Там друзей, звёзд просили, там, что было. А вторую серию мы заливаем, и он опять рекорд делает. За сутки миллион набирает уже. За 23 часа, что там. Вторая серия. Слушай, ну это какой вывод, я не понимаю. Ты реально сломал все стереотипы о продвижении в Ютьюбе. Ну да, многие не верили, вот сам даже вот этот, ну партнёрка с кем у Салема, как Самсон, да, вот занимается Ютьюбом. Он даже говорил, говорит, там, мы, говорит, не понимаем, почему, говорит, люди идут и подписываются, подписываются. И там ещё писали же комментарии, там, не продавайте Салему. А, да, секрет? Да, много писали, не продавайте. Ну а реально был такой соблазн не продавать Салему, самим делать? Конечно, я мог взять, там, эти же деньги, которые они мне дали на пилот, принести, отдать, сказать, извините, я буду дальше сам, как бы, заниматься. Или, например, попросить, там, такие заоблачные деньги. Ну, как-то, всё равно, это же отношения такие. И мы потом всё-таки пришли, определённую сумму, ну, в смысле, договорились по стоимости, и нормально. Мне, мне комфортно с ними работать и приятно. Поэтому, ну, не мог я как человек просто поступить, так, взять, там, ой, увидеть, там, вот этот один проект стрельный, и давай дальше, там, рекламодатель. То есть, сейчас, в общем-то, человек, который знает, как сломать казахстанский YouTube, да, то есть, как... Ну, я, наверное, не то, что знаю, но я, наверное, просто, как бы, много анализировал зрителей, что там сейчас заходит, почему, и это большая часть аудитории, это казахоязычная аудитория. Ну да, конечно. Да, так как я сам являюсь одним из них, я примерно знаю, что им нравится. Ну, есть у тебя какие-то, я не знаю, там, какие-нибудь три совета тем людям, которые хотят делать, например, что-то контент в YouTube, ну, казахоязычном, например, в YouTube? Ну, если по сериалам, это, я думаю, самое первое, это не экономить на сценарии. Максимально, как бы, делать прям первое, самое первое, это прям уделить большое внимание на сценарии, и только потом лучше пожертвовать качеством контента, там, по съемкам где-то сэкономить, но на сценарии нельзя экономить. Вот это, наверное, посоветовал, самое основное, 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 основное. Да, не знаю. Как бы, это, совет основной, это сценарий, сценарий все решает. Хоть и у тебя будет, там, супер качественная картинка, сценарий такой будет, смотреть никто не будет. А если, там, сценарий прям очень хорош, а картинка не очень, ну, очень хорошая. А скажи про команду, которая делала вот этот проект, ну, кто писал, кто снимал, кто… Писал, я писал, и Абзал писал, вот, с командой КВН, вот, Гарри Фуллина, мы вдвоем писали. И снимал наш, есть Антон, оператор, мы с ним тоже, вот, он Айдар Куф Лайв снимал. У вас какая-то малая группа была для веб-сериала, или вы обычную собирали команду? Малая группа, потому что и я, там, и продюсер, я один из режиссеров, Абзал тоже режиссер, мы сами сидели, монтировали. Тоха снимал, ну, обычно, как стандартный, там, грим, звук, и все. Монтаж потом тоже сами делали, звук все сами, ну, Тоха, он все делал. И там по качеству, там, наверное, заметно, потому что они таких прям больших… Ну, и художник, и художник у нас тоже есть. Ну, это, ну, в смысле, это же, ну, реализм, ну, как, сам стиль выбран, что это такое, так сказать, ну, ближе к реальности, это, точнее, мог юмэнтери, поэтому, ну, я думаю, что это оправдывает такой ход. А это и, в принципе, верится в это, то, что это как будто, вот, команда, ну, такие, пацаны, да, сами, да, которые неопытные, да, которые не знают, и они взяли и сняли. Слушай, а что вот за история вот с этим, ну, я так понимаю, ты уже, как правильно сказать, из бас-продакшена на тот момент уже ушел? Я, вообще, мое присутствие, да, я, я, наверное, могу сказать, то, что я изначально сотрудничал, я не зависел, как бы, не был в штате, я, иногда, если какие-то проекты были, я независимый, я работал, там, в основном, это, как моя семья, там, я мог бы, там, уходить, потому что я же, там, работал со Звездами, там, вот, с Ринатом работал, и... Ну, вот история с ребятами, которые, вот, там, сейчас фронтменом основные актеры, что они, там, шлисб, а что так же, или... Я их отпрашивал, я показывал первый сценарий, первую серию, Ахлбеку показывал, и объяснял им то, что там, он сказал, «Ладно, добро дал сперва». Угу. Ну, потом, в процессе съемок, там, где-то, там, какие-то, ну, маты добавились, там, может, что-то поменялось, но незначительные, в смысле, были изменения. А он потом увидел, говорит, что-то, говорит... Ну, то есть, он сказал, ну, ничего, снимайте, там... Да, он разрешил, да, говорит, снимайте, там, все. А потом первую серию увидел, говорит, что-то, блин, слишком грубо, как будто, там, или еще что-то. Ну, я ему сказал, я в любом случае буду заливать, как бы, за это я уже деньги получил, и мы заливаем, и вот. А потом он уже начал запрещать пацанам, ну, типа, не снимайтесь, наверное. А они... А, и он сказал, если дальше будете сниматься, можете, типа, у меня не работать. Угу. И пацаны, вот, как-то, выбор сделали. Да. Выбор сделали, они теперь... Ну, этот проект сейчас первый сезон закончился, какое-то продолжение будет? Ну, надеюсь, будут переговоры, мы сейчас будем разговаривать уже. Ну, я думаю, да, в любом случае будет второй сезон. Второй сезон уже будет. Я так понимаю, просто, а Кубеку... У меня был с ним один из первых выпусков, с ним я делал в прошлом году, и я так понял, что у Нурсултана, по-моему, на канале Нурсултана Куманова, его спрашивали, ну, интересовались у него, ну, считали, что это его проект, да, как бы... Да. И поэтому это, ну, так сказать, ему не нравилось, что вот, ну, то есть, проект, который много мальчишинных слов, да, ассоциирует с его, как бы, компанией, правильно? Да. Да, он этого боялся, ну, не боялся, наверное, но переживал и не хотел этого. Угу. Потому что он сказал, что это его пацаны, и поэтому в любом случае там будет, как бы, на него думать. И, наверное, он еще говорил то, что есть другие проекты, и Едель снимается. Угу. Ну, типа, мне завтра скажут, запретят его, чтобы он снимался. А, ну, он Волгостария, по-моему, один. Да, да. Понятно. Ну, и пацаны теперь, как бы, какие-то еще проекты снимают? Вы, как бы, вы теперь не перешли, то есть, вы не новый бас-продакшн, да? То есть, просто они актеры, которые играют там, да? Они, да. Да. А есть, условно говоря, твоя команда, да, которая делает дальше проекты, да? Да. Да. Волгостария. Да. Да. Волгостария. Тоже там, да? Да, да, да. Волгостария. И вот мы сейчас, получается, в начале этого года вот обратно все приехали, как-то так сложилось. А, вы создали свою команду, да, продюсер скоро? Сейчас SQL Group, да, у нас, как бы. А, прикольно. Очень такая романтичная. Если бы еще каким-то Севдорнинский крокодилы продакшн, но еще, завтра все эти названия старые всплывут. Да, и вот мы сейчас взяли один детский проект, детский сериал, и сейчас вот скоро уже уходим на съемки. Слушай, ну, получается, то есть ты как продюсер, ну, либо как и даже, получается, в какой части и как сценарист, ты вообще, получается, телека в какой-то степени избежал, да? То есть, ну, в смысле. Телевизор? Да. Нет, почему? Мы же вот какие-то проекты же писали. Ну, в основном, я не как продюсер, а в основном сценарист, да, какие-то другие позиции занимал. Ну, это твой осознанный выбор, да? То есть, это потому что ты автор и потому что ты занимался, в том числе, административной работой. У тебя это все сошлось, и вот так, получается, вылилось профессию продюсера, да? То есть, продюсера, который пишет сценарии, да? Да. Угу. Продюсер, который еще чуть-чуть в творчестве соображает. Да, да, да. Ну, я-то считаю, что продюсер по-любому должен соображать. Не только в деньгах. Таких продюсеров просто так много, да? Да, да. Которые только в деньгах. Ну, понятно. Самый интерес, такие продюсеры еще в основном не работают. Слушай, ну, не знаю, что сказать даже, не знаю, как вы комментируете. С учетом того, что я пришел не из КВ, а все-таки, а после 12 лет работы в бизнесе в таком, в этих продуктах. Ну, знаешь, как про меня мои же коллеги-партнеры говорили, каких только козлов, какие только козлы на телевидении не приходят. Я считал, что это, наверное, и про меня в том числе. Поэтому не знаю даже, как прокомментировать. Слушай, ну, смотри. Сейчас, получается, ну, вот просто выхода этого проекта, получается, для тебя лично, как продюсера, что-то вот изменилось, ну, я имею в виду, может быть, предложений больше стало, или вот сейчас ты только с Алемом сговариваешь. И подумаешь, ну, ты, например, делать какой-то там, ну, там, свой канал, там, или какой-то свой проект, который, ну, не под заказ, а условно говоря, потому что, я думаю, цифры в миллионы, там как-то можно уже придумать какую-то там монетизацию и какую-то рекламу, ну, я не знаю, какие-то виды, как это можно окупать. Потому что, ну, там, когда сто тысяч... Только интеграция, наверное, рекламы, наверное, сейчас у нас монетизация там вообще совсем-совсем. Ну, это в 200 долларов, ну, да, это совсем, ну, такое. Нет, конечно, есть идеи, но сейчас пока, как бы, есть, ну, тесно очень сотрудничать с Алемом, потому что нам детский сериал заказали, сейчас может и второй сезон дадут, и у нас, получается, этот год уже будет закрыт, можно сказать, а на следующий... Ну, вообще, есть идеи уже тоже свой канал потихоньку развивать, вот, помимо Салема, вот, тоже у нас Медед, вот, он свой тоже запустил, это вот, Юлина Кирек, это вот с Жоханом сериал. Как называется? Юлина Кирек. Угу. Он за первую серию тоже, ну, не с нового канала, а у него до этого он что-то заливал, кажется, где-то второе видео уже где-то миллион что-либо собрал тоже. Угу. Тоже уже сто тысяч подписчиков, да. Что-то вы прямо знаете, какой-то секрет прямо. Угу. А так есть, да, вот, то, что мы сейчас говорили, вот, это СКЛ и сейчас свое что-то, ну, в любом случае будем, рано или просто, потому что мы только сейчас начали, получается, вот, с февраля, с января. У вас, у вас вот эта команда, у вас, получается, пять человек, да? Четыре человека. Ну, четыре человека. Расскажи, как у вас внутри сейчас, ну, устроено, сколько из них авторов, кто, какими функциями занимается? Все четверо авторы. Угу. Ну, вы, примерно, как оценивают, как ты оцениваешь, сколько, там, проектов вы можете делать в год? Ну, то есть, вот, ты же сам говоришь, там, примерно, продолжение? От бюджета. Не, ну, есть же, грубо говоря, если вы все пишете, например, да? Да. Ну, если вы не привлекаете авторов, да, например, продюсируете, например, ну, уже все примерно понятно, сколько он может делать. Ну, вот, если ты говоришь, там, второй сезон, например, «Хайрат», там, и вот эта девушка. Ну, «Хайрат», я делаю, как бы, пацаны не писали, я «Хайрат» сабзалом писал ей, сабзалом делаю. А, понятно. Потому что тогда же мы просто еще, нашей команды не было еще тогда, ну, тогда сабзалом, просто независимо, просто решили, что сделаем, давай вместе попробуем, сделаем. А сейчас, ну, я думаю, где-то, если в сериалах мерить, то, я думаю, в год, может, три сериала, наверное, можно делать. Ну, то есть, это написание, продюсирование, да? Да, да, да. То есть, каких-то проектов будет ваш друг режиссировать, да, дипломер? Да, ну, я думаю, во всех проектах наших он будет снимать, скорее всего, да. Ну, тогда должно быть под него график выставлять. Да, сами пишем, сами снимаем. Ну, это прикольно, это у вас есть все для того, чтобы свой контент реально делать и свой канал, по сути. Да, и вот один, сейчас у нас одна идея есть, которую мы первую, если будем даже запускать, там мы даже будем сами писать, снимать и сниматься еще, наверное, сами даже, как актеры. Ну, это у вас, у вас этот, казахский 95 квартал, да? Ну, там, в основном, все ребята и пишут, и, ну, там работают, административно занимаются, эсджизируют. Ну, Данил далеко, наверное, ну, будем стараться хотя бы. Да, надо, наверное, стремиться. Одно время, может быть, кроме последнего года, я посещал почти и смотрел вообще очень кучу всяких вот этих форумов. И про YouTube, там, и так далее, вот, ну, расскажу такую личную историю, которую не устою рассказывать на канале своем. То есть я уже пять лет каждую зиму собираюсь снимать веб-сериалы, потом снимаю пилоты, что-то мы делаем, потом не получается, там, вот, ну, ты, вот, ну, то, что ты рассказываешь, для меня какое-то чудо. Я уверен, что если бы я был спикером на этом форуме и рассказал про тебя, там, знаешь, ну, типа, вот эти вот миллион за неделю без ничего на новом канале, я думаю, там все офигевают. Честно говоря, и так на некоторых форумах все офигевают от казахов вообще, ну, смысле, от нас вообще в некоторых вещах, во многих отраслях творческих, особенно, мы там вообще против правил прям, ну, не мы, а в смысле наши, да? Против правила просто все на них смотрят, думаю, как в смысле, ну, и там, и музыки касается, там, еще, и еще многих вещей, вот, ну, вот, мое было убеждение, что веб-сериалы это то, что, вот, кстати, как ты относишься к, вот, к такому утверждению, я думаю, что если бы у нас был веб-сериал, тот, который был бы еще, как бы, про нас с одной стороны, но с другой стороны на русском языке, мне кажется, мы бы могли бы, ну, по сути, по потенциалу вот наших, там, пацанов, девчонок, ну, вообще, творческие, скажем так, и вот по такой, ну, то, что является нашей слабой, с одной стороны, стороной, знаешь, мы не совсем интегрированы вот в российское, украинское, ну, вот, скажем так, вот это медиапространство российское, то, что есть на телевидении в ютюбе, они такие немножко отдельно, да, ну, то есть, условно говоря, всегда у нас что-то немножко по-своему, да, я думаю, что если бы кто-то сделал такой взрывной веб-сериал на русском, который понимали они, но это не означает, что это был бы сделан так, как они делают там, ну, в России, в Украине, а именно как у нас и вообще про нашу жизнь, мне кажется, могло бы тоже потенциально это взрывать. Ну, вот, есть у Салема тоже проект, если это какой-то, пацанские истории, вот он, в принципе, его смотрят прям очень много по СНГ тоже смотрят, он потому что на русском, но там тоже чуть-чуть такой приближенный к реальной жизни, не знаю, поэтому он так тоже, я считаю, он нормальный такой, хороший, популярный. Ну, у нас, у нас чуть-чуть по-другому, я думаю, это из-за менталитета даже, как бы, наши русскоязычные, они и с СНГ русской, они разные, все равно, они одно и то же не смотрят, кажется. Не, я согласен с этим, ну, и потом надо же, надо же нам тоже понимать, ну, что мы в Ютьюбе, ну, как бы, ты-то уже точно понимаешь это, что контента на казахском не хватает, и, в общем-то, люди, да, не сильно избалованы, да, потому что те, кто на русском, они смотрят из разных стран, да, как бы, на казахском можем только мы делать, ну, в смысле, те, кто в этой стране, не то в России не будет на казахском делать для нашего зрителя, соответственно, понятно делать, что, когда это ближе, когда на своем языке, это, как сказать, ну, лучше заходит, скажем так. Это потом пересылается, я так понимаю, сегодня как-то работает, да? Сылается, да, лучше заходит, и плюс на это тоже немалое, наверное, влияние оказало это, вот, сотовая связь, наверное, которая сделала бесплатным вот эти социальные сети какие-то, Ютьюб можно бесплатно смотреть, там, это вот, и развитие вообще вот этого, в смысле, в регионах, где давно не было, как бы, интернета, где не было телефона, вот там сейчас появились телефоны, и они сейчас, многие люди, там, телевизор не смотрят, у них, как бы, есть вот эти... Да, да, телефон есть почти у каждого. Да, которые месяц покупают определенные, этот, как сейчас, тарифы, там, столько-то мегабайт у них в месяц, там, за 3 тысячи тенге, и смотрят бесплатно Ютьюб, а им русскоязычный контент неинтересен, и поэтому они смотрят вот таких казахских контентов. Ты, наверное, замечал, там, сразу, тренд, как не зайдешь, кто-нибудь, там, казахский, там, театр, ну, особенно юмор, там, вот, много любые такие, у нас есть театралы, которые, да, и они выкладывают что-то в свое выступление, он сразу на первом месте оказывает, или оппозиция. Угу, да, ну, политического очень много. Не, ну, слушай, ну, это, кстати, удивительно, я смотрю тренд, например, понимаю, о чем речь, какие-нибудь политические видео, там, то, сё, ну, там даже пазл есть научно-популярные, да, пацаны, я с ними знакомы, они на, на казахском научно-популярном, ну, потом я встречаю какой-нибудь, там, типа, русские мелодрамы, там, и, там, ревнивая жена, там, и, ну, и ты смотришь, там, какой фильм, который был на канале «Россия», там, ну, это даже не какое-то, 20 лет назад, да, да, это даже, это даже не какой-нибудь последний русскоязычный фильм, да, ну, русский язык, или какой-то, там, это какой-то, ну, то есть, он старый, он какой-то, и он вдруг упадает в тренды, ну, наши тренды, и вот так вот, и очень как-то выбивается из всего этого. У нас там, ну, потом на каком-то месте, там, понятно, дуть, там, в том числе есть, там, то, сё, но потом раз этот фильм какой-нибудь, и ты думаешь, ну, такой телевизионный, то есть, именно не для проката, снятый. Да, и они пересматривают, у нас любят сериалы, и когда вот даже Салем предлагал изначально, когда заходил, я им сразу, как бы, говорил, давайте делать сериалы, сейчас это очень смотрибельно, и в Ютубе будет популярно сейчас сериалы, потому что тут, я это тоже замечал, то, что какие-то левые сериалы вообще постоянно, люди смотрят. Они заражи смотрят просто, берут, не как телевизор, да, там, берут и все серии смотрят. Садятся и... Да, тогда они просто говорили то, что, ой, сейчас мы хотим весь рынок охватить, там, разный, и они начали, там, много чего же делать, Салем же начать, а потом запускается Хайрат, и они сделали потом 80% мы будем теперь делать сериалы. Ну да, ну я тогда тоже встречался вот из Кулатова с Дарханом еще до вот, и мне тогда показывали, их офис, все, что они делают, и я говорил тогда тоже, но я тогда с этими, уже стыдно сказать, веб-сериалом, не снявши ни один веб-сериал, и тогда говорил, я говорю, вы знаете, у вас же блогеры, ну вот, они же тогда вот вайнеры, блогеры, я говорю, они же, ну, в принципе, они принадлежат сами себе, по сути, ну, как бы, они даже могут быть вашими резидентами, но они все равно сами себе принадлежат. А когда вы делаете сериалы, права на эти сериалы, они ваши, ну, по сути, и по сути, тогда они, это действительно, по-настоящему, ваш контент. Понятно, у них есть авторы и так далее, но, ну, как сказать, он отделяем больше, и тогда вы можете, ну, накапливать этого контента, потому что, ну, как сказать, ну, библиотеку вайнов, это тяжело, как себе представить, да, ну, как бы, ну, что вы один раз посмотрели, и все. Ну, это только одно из направлений у них было. Да, да. Вот там много чего же было, потом они, как бы, много чего сократили. Ну, просто сериалы, они же, это вот этот контент, который, может быть, через, ну, какие-то сериалы будут смотреть и через какое-то время, знаешь, это как рассказывают, вот эти, помнишь, солдаты были, и до сих пор на них зарабатывают деньги на областных, где-то там, телевидение, где-то прокручивают, потому что все равно их кто-то смотрит, да, то есть, ну, в смысле, ну, это же огромное количество серий потом, вот. Вот, и сериалы, это такая, то есть, я сам иногда, ну, там, как же, иногда друзей же пересматриваешь, там, живать старое, просмотришь что-то, я даже из русских каких-то сериалов иногда раз под настроение, что-то там посмотришь, ну, в этом плане, в этом плане шоу они, ну, проигрывают, потому что они вот сейчас, например, ну, какое-нибудь актуальное шоу, актуальный гость. Он не оправдывает, кажется, просто, вложенных денег нашел. Ну, с другой стороны, конечно, широким таким захватом рынка шли, конечно, им нужно было все, просто сериалы потенциально имеют, если вот, например, ваша группа, ну, мы же понимаем, о чем речь, потому что между ВСНГ и все же, ну, если не все общаются, то друг за другом смотрят. Ты же понимаешь, что такая компания, например, если у вас там есть пять человек, и они все авторы, если они будут развивать себя, то есть, завтра это может достаточно сильную компанию превратиться. Если вы найдете сейчас, как сказать, возможность делать независимый контент, в том числе, то вы завтра, вы потенциально можете вырасти в большую компанию, потому что одна из основных проблем, да, ну, ты знаешь, на телек мы делаем по заказу, да, и как нам говорят, мы это делаем, отдаем, прав у нас больше нет. По сути, каждый год, вот, например, наша компания пять лет, и каждый год ты, по сути, у тебя нет никакой, ну, у тебя никакого контента, ты все равно делаешь, просто, ну, тебе говорят, вот так надо делать, ты делаешь. Ну, с Салемом, в принципе, то же самое, мы же тоже все права же отдаем же. Да, но смотри, видишь, в YouTube-то какая штука, когда телек, я не могу свой телеканал открыть, да, с одной стороны, с другой стороны, у меня нет достаточно денег, чтобы делать такой сериал, ты же знаешь, что на канале ты можешь классно сделать, но это идеально классно. А так ты делаешь, например, ты же не можешь, конечно, продать, ну, на телек, да, с одной стороны, с другой стороны, если бы ты не работал с Салемом, ты бы открыл собственной канал, и если бы у тебя такие миллионы, посмотри, ну, мне кажется, приблизко к тем деньгам, которые тебе платят, Салем, ты мог зарабатывать. Я бы больше заработал на рекламе. Да, ну, там, где 6 миллионов, конечно, больше. Если честно, наверное. Ну, там по-разному, я в среднем говорю, да, то есть, например, в среднем, если мы говорим, там, 2 миллиона, например, ну, это тоже серьезная цифра, по-любасу. Ну, для Казахстана это большая цифра. Я думаю, на уровне СНГ, ну, ты делаешь сериал про 2 миллиона, ну, скажи это, ну, это будет очень круто звучать, ну, извини, не все так могут, понятно, есть там всякие Каха, да, непосредственно Каха, Спящая красавица, вот эти сериалы, у них тоже несколько миллионов, но у них изначально... Ну, там от аудитории же тоже зависит же, кто вот рекламодатель, они же смотрят, лучше они посмотрят на то, где-то там 50 тысяч человек, плачеспособные у тебя зрители, какие-то там бизнесмены или еще, или 2 миллиона там, которые такие школьники, дети, да, они на это же тоже смотрят. Нет, ну, смотрят на это, но, понимаешь, что, например, если 50 тысяч, это более-менее нормальная цифра, да, там, ну, и то, опять-таки, насколько, какие должны быть, какие должны 50 тысяч, мне кажется, миллионы не все равно действуют. Ну, в смысле, хотя бы просто знать, что ты человек на любую аудиторию создаешь, можешь создать этот контент. Первый же этот вопрос, ни на какую аудиторию, первый вообще, ты можешь создать контент, я для себя до сих пор на этот вопрос не ответил, да, например, то есть я вот, например, делаю этот канал, но я делаю его для индустрии, понятно, дело, я никак, ну, не с него, не могу монетизироваться, да, скажем так, это осознанный выбор, но, например, вопрос, могу ли я делать веб-сериал, который, например, ну, будет миллион просмотров, это большой вызов, если у меня завтра, ну, мне-то кажется, то есть мне кажется, это большой вызов, ну, это, ну, то есть это нельзя недооценивать, это нельзя уменьшать эту ценность этого, как бы тебе ни говорили, у тебя огромные цифры, мне-то кажется, потому что в России, это, ну, в России имеется в виду весь, куда мы тоже входим, да, весь этот узкоизучный YouTube, это все равно серьезная цифра. Ну, в принципе, даже по другим проектам того же Салема, ты что же можешь видеть? Они там разные, понятно, разная аудитория, но не все там больше двух миллионов, например, правильно? Ну, Хайрата, он один из таких, сейчас на первом месте у меня, ну, понятно, он более, в том числе, хайповый, более на ту аудиторию, правильно, которые очень активны, которые, может быть, еще несколько раз его посмотрим, да, ну, то есть с друзьями, а давай еще раз поражем, типа сядем и еще раз посмотрим. Ну, там, которые комментируют, с первой серии начинают комментируют, что вы делаете, что вы делаете, каждую серию смотрят и комментируют, матерятся еще. Да, 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 я, ну, в YouTube, мне кажется, это классно, да? Ну, это же тоже активность, да, да, это активность. Потом же YouTube, он же потом дальше предлагает это, мне кажется, это за неделю произошло не только потому, что люди друг друга пересылали, YouTube видел, как активно это рассматривается, то есть, и потом еще больше. В рекомендациях, что ли, там, он туда, ну, конечно, должен был рекомендация, так, миллион друг друга за неделю, это тяжело было бы все передать. Первые, первые три серии или четыре серии у нас в трендах не попадали. А, да, почему? Потому что… Не быстровосточие были? Нет, нет, в YouTube, чтобы в тренды попасть, канал должен существовать, как минимум, 3-4 месяца. Ага. И у нас, так как новый канал, у нас, на первой серии, он не может попадать, я не в тренде, да, не в тренде, и все пишут, почему не в тренде, почему не в тренде. То есть, первая серия, вот когда такой был взрыв, он не попал в тренды? Первые четыре серии не попадал. Офигеть. Или три, кажется, не попадал. Я не знал, что такое правило. А потом уже, как бы, заливали, и он сразу, там, за час-два уже сразу, на первом месте, да, ну, там, быстро набирал. Ну, было очень смешно читать комментарии, просто в комментарии первой серии я читал их, ну, там, было это, что, сколько можно? Вы там, вы выставляли еще что-то просто первой серии, не серии какие-то? Анонсы, анонсы такие короткие выставляли. Вот, по-моему, в анонсах я, по-моему, видел, когда, типа, и отписка, и отписка нафиг, где вторая серия, или что-то такое. Каждой серии пишет, каждый, каждый серии пишет. Хватит так долго, да, типа, да, почему мало, почему не час там делаете? Да, 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 отписка, и никто не отписывается, да? Ну, да, отписка, в нас, в смысле, это и растет потихоньку, ну, с каждой серии, там, когда вот долго мы еще из-за карантина очень, как бы, много времени так потеряли, потому что не могли снять, и поэтому так, ну, мы, как бы, заливали, там, клип, пацаны, сняли, который мы залили, там, и еще что-то. А так все серию ждут, и так долго, там, месяц, а здесь еще на три месяца карантин, как бы, все планы сбил, на самом деле, мы должны были, как бы, 1 апреля, там, день юмора, потом 25 апреля, и 25 мая уже, как бы, 10 серию должны были залить, а сейчас уже мая прошло, уже июня, мы даже 8 еще не залили, да, хоть и отсняли, скоро зайдем. Вы снимаете каждую серию отдельную, как вы первую снимали, так и, то есть, вы не делаете блок, да? Нет, пока не делали, потому что это было, вот, я говорю, то, что мы пилотку снимали, потом пока утвердили, потом пока договор вышел, там, вот так вот, месяц один раз снимали, и это неудобно, в финансовом плане, да, то, что чуть-чуть здесь затратно, но очень удобно и хорошо в плане сценария, ты можешь какие-то актуалы туда добавить. Ну, ты можешь увидеть комментарии, что-то подумать, что следующая серия, да, первый, все читаю комментарии, где-то там, что нужно, кому-то что-то не нравится, если вдруг мы стараемся, там, обходить углы, и поэтому что-то не нравится. На всякий случай, просто, вот, для наших зрителей не все, может быть, сразу понимают, о чем речь, то есть, сериалы, в основном, современные, ну, там, или телевизионные, мы снимаем блоком, то есть, все серии берем, все сцены, и потом снимаем их, ну, то есть, в один день мы можем снимать сцену из пятой серии, из двенадцатой, из десятой, например, если все, если события в сцене происходят, например, вот там, в офисе, например, вот, и поэтому это удешевляет производство. То, о чем говорит Сакен, это когда каждая серия снимается, например, одна серия у них, например, вот дома, там, вот, у Карата, во дворе, да, там, она всего лишь одна, они приезжают и ради этой одной сцены все это, ну, ставят, снимают, потом уезжают на другую локацию. Если бы это был блоком, они бы приехали во двор к нему, например, и снимали там из разных серий все сцены. Ну, вот об этом речи просто, на всякий случай, объясняем, что мне, в том числе, в личку иногда пишут, ну, вот, как-то, мало того, что непонятно я говорю, еще и не о понятных, не о понятных вещах. Я думаю, что, знаешь, мы живем, и я думаю, что все это знают, на самом деле, ну, и все это знают, это понятно, я сам, там, очень долгое время не понимал. Поэтому у нас, вот, занимает, примерно, там, две недели мы, там, грубо говоря, пока, там, раскачаемся, пишем, потом два дня, там, снимаем, потом монтаж, два дня снимаете, да, вот, это максимум, да, одной серии, два дня. Ну, хрон у нас уже, после первой серии, уже, там, меньше 20 минут нету, кажется, все уже, там, больше, 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 больше. И потом, пока монтаживают, раскачаемся, и потом это, потом чуть-чуть отдыхаешь, потом заново приходишь. Читаешь комментарии. Да, и что плохо, ты не можешь параллельно что-то делать, потому что у тебя вся голова забита там, ты постоянно думаешь, там, читаешь, комментарии, мониторишь, что пишут, как пишут, и вот, на протяжении, сколько, сколько, сколько месяцев уже, 7-8 месяцев, и у тебя, чисто, голова была забита вот этим, да, и чуть-чуть неудобно. А здесь, обычно, уже удобно, написал сразу 10 серий. Да, да, да. Если они у тебя готовы стоять, либо, ладно, снимай там, по одной серии. Ну, у тебя голова не будет болеть, значит, сценария, а здесь чуть-чуть, да, это будет. Слушай, ну, зато ты знаешь, ты рассказываешь эту историю, а ведь, по сути, это вот то, что происходило на американском телевидении, и как они делают это. Ну, они только не с месяцем, может быть, а в неделю, но у них все равно цикл вот эти авторы, они ничего другое не пишут, они сидят, у них там, условно говоря, суббота выходит, какая серия, они сидят, смотрят, как это получилось, в том числе у них же вот эти, есть же, как телешоу, они как сериалы, но как друзья, по сути, со зрителями. В том числе они видят, что происходит, ну, как зрители реагируют, потом они садятся в понедельник, условно говоря, у них есть какой-то план, понятно, общий, но они начинают писать следующую серию, следующая серия, которая будет сниматься в четверг, ну, то есть, понедельник, они в понедельник пишут эту серию, потом смотрят, как это будет они в четверг там их, ну, не сниматься, то есть, репетируют, да, то есть, в четверг они репетируют, смотрят там реквизиты и так далее, в субботу, ну, или там, в пятницу, откуда-нибудь там, снимают ее, и в субботу они показывают и вот так и вот такой цикл и в этом в этом цикле автору глубокая до главным автором у них нет действительно времени заниматься какими-то другими делами у тебя только цикл там месячный да а так по сути это что но наши люди по сути не проходила да мы уже сразу сериалов 7 перекресток тоже делали блоком все там снимали вот 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 так вот писали хорошо хоть карантин был и вот новый проект там отвлеклись и написали два месяца мы расскажи о новом проекте это этот проект рассчитан на детей детей или подростков или от 10 лет на и выше это про мальчика который вырос в городе сколько 10-12 лет и родители уезжают командировку и оставляет ребенка в ауле у бабушки и дедушки куда никогда не ездили до городской мальчик городской мальчика который любит а он еще блок снимается и название сериала блогер бег его айбек зовут блогер и блогер бег да и вот он приходит туда и мы там больше показываем такой и можно сказать поучительные казахские традиции там дедушка рассказывает он про это блок снимает и там новых друзья комедии до новых друзей находят аульских мальчиков но у нас а у не такой а у который везде у нас же принято же там а у показ где ничего нет нет и не телевизор до сих пор на ишаках или на ваша лет нет на современного где есть интернет все и у всех есть сотовые телефоны но есть зато у них живое общение у этого мальчика как бы во дворе никто с другом не играют все гаджеты от сотовых телефонов а там такое более живое общение и вот вот это показывает прикольно история проект а сколько серий десять и здесь ну вы тоже вас месяц будет выходить меня с детьми каждый дети уже вылаз тут и вас убьют с этом будем снимать до конца июня запланировано а вы выйдет на проектный сентября 1 сентября ну слушай ну прикольно то что вот как ты рассказываешь как ты вообще относишься ну с учетом то что ты вот принимал участие в написании полнометражного кино вот как-то вообще к нему относишься у нас по сути ну у нас как сказать по рынкам снг у нас такое одно один из уникальных явлений да то есть у нас сериалы датируются государством у телевизионные ввиду а прокат ну коммерческий покрыть это такой полноценный рынок да скажем подрастающий бизнес да не везде же так по сути потому что например той же тем же украинцы когда общаюсь у них сериалы это окупаемая рекламными деньгами история но все она не смотрит на рейтинге рейтинге это реклама да да и тогда у них формируется бюджет ну плюс-минус на какие-то они могут понятно на развитие делать а кино у них нос на след не окупаемая вообще истории хотя страна больше и и только сейчас у них никто фильмы стали окупаться у нас тоже не не окупаемая от государства вложенные деньги они не окупаемые и они больше еще претензии говоря больше просто про то что у нас знаешь 18 миллионов на себе рынок да и это еще еще у нас же мысли еще разбросано же да там но смысле городов прям больших же нет вот там где кинотеатры должны вот ставится да а там у них там там не 42 миллиона понимаешь у них рынок не работает на смысле коммерческом нас работы а история про государственные финансирует но понятно и там и там одинаково за государство финансирует у них и там и там не работает и просто я думаю у нас этот рынок есть понимаешь у нас все-таки меньше экранов люди я не могу сказать что у нас там киноманы в сравнении с тем кто других других странах не дай может у нас просто модно на ходить кино торговые дома может модно ходить голодов меня просто не был то я не знаю я просто к тому что у нас это такая ну а я имею как ты вообще как-то относишься вообще к вот к этой индустрии ты думаешь она будет развиваться например я вот прошлом году прошлом году был интервью мне со стиль таянова она работала на телеке сейчас работает у ну она считает что просто блестящее будущее плакатного казахстанского кино но смысле вот она развивается и будет развиваться дальше я тоже думаю она будет развиваться но если сейчас например кто люди которые еще больше там не знаю кричат там недовольны то что сейчас снимает там всякую только комедию а сами он берут там у государства не знаю вот такие бюджеты да и они потом где-то на полке валят в казахстане и они больше всего там кричат говорят когда люди на свои деньги на свой страх и риск там кредиты берут и снимают что-то там с проката получает ну если те люди уйдут рано или поздно у нас будет и уже совместно с государством очень хороший такие проект которые еще и себя будут окупать если государство будет правильно как бы ну вот складывать последний фильм вот этот казахстанское кино где там брали интервью и у него я слышал я слышу да там в общем то какой-то я так понимаю я не считаю себя честно я киношникам да и я не знаю насколько достоверно конфликт но мы понимаем что вот в общем-то да в индустрии есть точки зрения да по государственной это коммерческая да ну как ты описал его примерно но вот знаешь это как про минотавра ты думаешь что если весь вопрос в людях а если вот люди например уйдут хорошо дадут деньги тем молодым молодым талантливым да кто уже понимает этот рынок кто уже в прокате какие-то деньги зарабатывать у кого фильмы смотрибельные да и люди идут смотрят если туда в государство будет вкладываться она же будет возвращать еще какие-то деньги на этом зарабатывать еще можно ну вот смотри если примеру давай предположим такую ситуацию вот например ты продюсер да ну ты доказываешь тем что что ты можешь на гастраса дает тебе деньги ну ну хорошо ты согласен с тем что функция государственного кино это в том числе этом просветительской конечно я буду стараться писать такую вот и например там ну я не знаю какую тему скажи сам на какую тему вздима кинул просто пример привести я не знаю условно на какую тему ты считаешь что в кило бы хорошо больше если на ней ну например вот сельская там сельские или исторической ну вот ну исторического ну хорошо историческое вот смотри например там какая-нибудь историческая да там она затратно и трудно да мы не будем вот поэтому я пытаюсь ну например сад по его на фильм вот и что еще нужно будет государство жутких конечно ну а есть ну ты делаешь хороший фильм по сад по его тебе дают например миллион долларов ну ты обосновываешь это говорит что мне надо поехать до туда на запад там ну то есть в смысле центральный казахстан заметь все это снимать восстанавливает там показывать комбинаты и все такое хорошие актеры все сценарий еще главная сама сценарий ну да понятно согласись что сценаристы ну как бы ну да сценарий ну и там и там же сценарий да ты показываешь сценарий по сад по его например а его не смотрят люди ну конечно бываешь так что картина хорошая да и ты понимаешь что киношники могут понимать на что потратили деньги я думаю это смотря как подашь на и на может как презентуешь тоже от рекламы тоже много чего зависит я думаю ну представь чтобы все сделали но она не зашло так как комедии все равно но я думаю если те люди которые сейчас на прокатах зарабатываете если им такой фильм дать они хотя бы вернут 25 процентов нежели другие кто делает такие фильмы он уже сколько времени делают и они просто на полке лежат нам с проката через два дня убирать здесь хоть не знаю хоть прокат может какой-то хоть чуть-чуть интереснее может чуть-чуть качественнее но я не знаю но я не так кажется на раз и я есть но еще с тобой согласен если не совесть пока не было у меня сомнение в одном пункте что на самом деле что происходит те люди которые мы говорим они сидят получили получаю день деньги с государственное финансирование когда-то эти люди были те же которые могли сказать там это молодежь да а кто-то был старше но потом они доказали как вроде бы свою состоятельность они пришли и дали государственные деньги а как доказали если ты имеешь ввиду что вам возврат вот и сам чисто показал пример вот если так произошло 25 процентов вернули хотя бы хотя бы за ты ну ну как сказать у того же этого мы мы была да вот это уже был баллада называется у него же был хороший прокат максимальный но они все на не отбились до у того же у той же там и рис был ну такой прокат в общем для фильма и для бюджета фильма а в общем как как фильм да был пока тоже сборы были неплохие понимаешь и и вот ты попал под эти 25 процентов и сказали хотя бы вернули а люди все равно сказали нифига себе сколько денег потратили а а вернули сколько ну потратили 10 минут а вернули 2 миллион ну миллион в наших своих неплохо собрать да в общем ну да ну ты потрачен но ты потрачено 10 миллионов ты взгляд лихо остается берешь 20 потому что максимально собирали да там два на полу максимальный босс офис миллиард а вот то что подъем сейчас вот аренда зря там 800 чем-то миллионов да то есть просто это просто максимально сколько люди собирали вообще за любые фильмы получается я просто потому что может быть вопрос там все-таки не в людях как у это подходит другом ну что условно говоря может быть нам дадут знаешь вот вы будете давать деньги для фильма например я не стремлюсь снимать фильма честно говоря больше за сериалы я считаю что нет такого такого очень особого будущего в этом фильмах я за сериала но если бы нам дали фильмы может быть понимать деньги на фильм мы бы вас такие сидели бы ну хорошо один хорошо на этом энтузиазм и чтобы доказать вдруг того вдруг ты ну как сказать твой фильм ну считается в стране хорош пусть он отбился на 25 процентов ну так или иначе потом тебе говорят давайте нужно снять фильм про голодомор например да не но такие фильмы и таких тем же очень мало же и их надо там в год один раз это который такие имиджевые может возможно фильмы такие которые это ты уже снимаешь и ты уже понимаешь что что ты не снимешь ой смысле не отбежь они-то и нужны же и я думаю другие фильмы есть помимо вот таких больших бюджет есть другие маленькие которые даже на прокат не выходит которые там и остаются и я с тобой полно согласен с тем что ли фильмы которые лежат на полке да я считаю что надо привязывать вообще к другому кипяй надо вот этот отдел который занимается продвижением я считаю ну смысле во первых ему надо этому там отдела не знаю что это такое орган ему надо участвовать в создании фильма как каждый раз говорить подождите а как мы это будем продавать да 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 а потом за то что продвинули не продвинули у них это должны быть показатели но я с тобой в этом полностью согласен я в общем с тобой согласен кроме того что возможно понимаешь возможно эти же люди которые сейчас не являются лидерами коммерческого кино оказываются в условиях вот в этой системе которых во первых государств надо говорить о чем снимать да и ты как бы говоришь ну это полезная штука но любой человек патриот там ну говорит ну там ну сейчас снимается про хаджимукана я считаю давно мы должны были снять да это самая кики кинематографическая как сказать такая личность который там все япония монголия россия там ну да это очень большая такая тема и его например тоже кому попало там тоже нельзя давать такие ну и да и конечно я согласен такое национальное достояние такие темы это надо прямо отбирать 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 и потом только у нас там еще даже кто первый принес нам договорился а ты у тебя там даже может за спиной нет может фильмов и теперь не пришел там договорился и снял про кого хочешь у нас вот не контролируется просто я просто думал что больше знаешь система в которой финансируется фильмы в которых нужно доказывать мне кажется но это я очень прагматичная ты меня как продюсер и надеюсь ну ну поймешь до конца мою мысль я считаю что должны частично финансировать те проекты и должны финансировать не режиссеров не авторов сценария и даже не продюсеров я считаю что должны финансировать компании вот есть кинокомпания вешать на нее обязательства то есть кинокомпания которая ну например какой-нибудь сатай фильм у него в прокате еще там там два фильма какие-нибудь бизнесмены там еще коммерческой фирмы да там или там новом каймбай у него два фильма в каме он он как сказать ему ему не все равно до своей компании скажем тогда просто он зарабатывает деньги и вот например третий проект да он получает например как как строительной сфере сделать там есть строительной компании первой категории которые берут такие большие масштабные такие проекты где даже тот и среди таких компаний может делать какой-то рейтинг у кого-то там есть первая категория вторая категория вот вот об этом да то есть в россии я не грустно у них идеальная модель но все-таки там из-за 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 сколько ты людей посмотрела составляется ну то есть ты просто крупная компания ну это не означает что в художественном плане самая крутая к но твои проекты посмотрел много людей да сделал ты за такой бюджет за такой бюджет ты много людей если значит ты крупная компания ну есть же и новенький например компания кто-то новый там снимет а вдруг он завтра с тренинг может этот рекорд побить там по миссии по прокату да мы не знаем какой-то может режиссер ходит даже у него не может вообще даже на проезде можно мне кажется вот эту роль как раз таки мы вы должны выполнять продюсерские компании то есть не государством он должен приходить понимаешь и тогда у тебя будет вопрос такой же кто это почему ему да лидий я должен желательство компания продюсер вот имя сидишь как груб thirteen Giovanni списком боль и отвечает а в общем за проект сперед государством и ты говоришь кто будет идёт проект и ты хочешь этот проект сделать как можно лучше получается продюсерская компания которая отвечает вообще за проекты в том числе и за количественный показатель на сколько будет смотреть перед государством и уже он для того чтобы сделать лучший проект например он уже смотрит вот к этому молодому режиссеру там но уже выбирает рискует в том числе но тогда мы понимаем что ради чего потому что иногда знаешь такие сдаются там поддержка и поддержка ну как сказать невозможно просто там поддерживать да ну или целую программу надо это поддержки какой-то давать какие там а ну хотя наверняка есть какая-то да там дебют и так далее то есть короче в общем чтобы роль продюсер бы амортизировать все эти риски делать как можно лучше да то есть отвечать только за калину как мы на телеке там отвечаем там за какой-то рейтинг то есть продюсер отвечает за все эти вопросы и продюсерские компании из краска из лучших побуждений поддержки а просто чтобы сделать лучший проект например свежую кровь новых авторов так далее ну как бы они то есть они могут выбрать там хорошие режиссера они должны заниматься мы не кино продюсер стал поиском новых авторов тут же но такие компании они же в основном как бы ориентируясь на коммерческом кино же но есть же еще автор кино там кажется таких компаний конечно у нас нет я просто не за но есть отдельные режиссеры которые там может быть списке казах фильм есть это вот сейчас последний у нас сейчас и фильме там одержанка есть такой режиссер который точно один полежать да 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 вот такие вот эти авторы не к вот им надо мне кажется просто надо какие-то грантова сыграть и все пускай он возьмет деньги и пускай он творит потому что я уже доказал что у художник уже прокат не прокат он все наш побеждает бирки то конечно да вот и так далее последовать деньги просто немного денег миллион да какие-то деньги пускай он уже сам там и ищет еще деньги если надо какие-то суммы давать школы чтобы минимум чтобы он мог снимать мне так кажется ну таких нет таких я думаю много таких режиссера талантливая молодежь конечно у нас очень нравится эта история хотя вот сам в россии когда быков делал этот сериал метод ну вот считается авторский такой режиссер до которые свои в основном идеи реализует и тогда вот его цикала позвал делать этот сериал метод да и быков бы кому как бы он считает что это ну это не то чем он должен заниматься но я увидел как он классно фирменно снимает то есть вот этот вот наш симбиоз ну человека автора до которого отвечает за все видение но его ему дали такой сценарий ну такой скажем так очень коммерческий или как-то крепкий классный сценарий и у него получилось такой атмосферный сделать знаешь сериал быковой фильм они тоже повлияли чуть на создание harpa импера тысячи ада фильм майор там дурак я просто смотрел да он мне нравится режиссер свои правды тоже нравится скажу есть еще история когда его он заработал с битмаметовым как вот этот союз до союза да ну там вся группа на него как бы было против на и где он ушел я просто знаешь просто думал о том что наверняка вот эти большие художники немножко сложные люди но с другой стороны на каком-то уровне ты хочешь делать лучше свой проект и где-то муж не нищие ну если можешь миришься с такими-то такими вещами ну как сказать вот у нас компании в наших проектах у нас в основной такой краской такой но не не слогана мыслить и все эти проекты делается то есть ну не все ради того чтобы комфортно работали или что чтобы я не знаю там все были довольны или ну как как сказать мы же отталкиваемся от бюджета да мы танцы а бюджета но основная мысль но но и не в обратную знаешь когда бюджета и поэтому не будет делать то есть ради продукта по сути это единственное ради чего имеет смысл вообще ну как бы руководствоваться да там иногда подводят там режиссеры что-то со сценарием что-то не то ну но ты думаешь вот ради продукта ну как как надо сделать ради продукта можешь мириться с режиссером знаешь там пускай но если он делает продукт пусть он там всех условно га обкладывает да там всеми там 8 трудный но если в конечном итоге делает классный ну хала хорошо то ладно здесь померить потерпим его слушай меня такой вопрос который я часто задаю людям которые вышли из к вена почему ты думаешь именно к венчики это получается не только на нашей территории да они заполнили собой вот это пространство кино телевидение юмор да ну в том числе но вот и сейчас еще стендап как-то да в смысле там youtube стендап потихоньку оттесняют какие-то позиции но вот за последние 20 лет до на территории бывшего снг ну к венчики которые начинали сначала как самодеятельность потом становились гимать редакторами актерами ну там они уже возглавляют в эти национальные компании ну и так далее почему везде там где в принципе отрасли уже были кино телевидение да там по идее должны были уже быть люди ну я не думаю что не с удовольствием эти свои места дали к венчиком до которые ну отчасти и не учились на кино на телевидении креативные скорее всего то что они по другому мыслили они юмор по другому подавали близкий к народу мой такой из-за этого интересные проекты делали смотребельно начинали и фильмы тоже самое ну я просто потому что они вот ну возглавили то есть создали большие компании да то есть но одно дело ты как сказать как раньше к венчиков использовали тайны смысле да но придумай чем смешное а вот этот актер сыграет и думаю через смешное там сценарий в том числе ну вот вы будете работать условно да а так получилось что кронечки ну они создали потом завтра сегодня они сделали сами свой не знаю там фильм или сериал завтра не создали компании по производству сериалов после завтра они возглавляют телевизионные каналы да ну в том в том числе ну вот случае украины становятся президентами ну и только ли креатив что-то еще наверно я просто но у меня есть какое-то мнение что крыльщики они очень как сказать приспосабливаемые к трудностям скажем так важные командная работа пляжуга скорее то есть командная работа и больше на креатив и вот командная работа еды два качества отметил как ты думаешь как решится проблема со сценаристами вообще то есть не только юмором со сценаристами сериалов у нас в стране ну то есть ну для тебя же не секрет что часть сценарной работы которая производится у нас на телевидении пишется там например в украине украинскими авторами часть казахоязычных проектов пишется авторами на русском языке потом переводится на казахский язык ну я могу просто ну можно прямо об этом осуждать ну что-то вроде давайте не будем просто давать писать допускай только те кто на казахском пишет но ведь если ты хочешь найти на казахском языке ты же не можешь такого же уровня ну как мы пока пока не на данный момент найти так ну как стоит сценаристов ну которые кроме того что должны писать талантливо понимать что пишут еще и как сказать ну в наших условиях быстро писать да это тоже одна из главных проблемах то есть у нас может быть иском становится он может писать там очень долго да то есть у нас по крайней на телеке у нас сроков таких нет обычно как ты думаешь вообще в общем как это решится с учетом того что ты казахоязычный но и русскоязычный казахоязычный сценарист я думаю нехватка сценарист наоборот еще усилится так как сейчас развивается все прям снимает а сценаристов нет и старых таких сценаристов сейчас даже просто скажу как аскарбий семянный как у учитель до которого в основном мне все показался таких людей уже нет потому что у нас была очень хорошая школа квеновская да когда не было интернетом и не были такие разбалованные там столько юмористических проектов или еще мы закончили играть и чтобы попасть в тв там был пару проектов которые квенщики делали другого ничего не было а часто уже как бы соцсети разве сейчас кто угодно может у себя на странице что-то делать и не знаю такие хорошие сценаристы нужно будет все меньше и меньше ну я так думаю это будет всегда кажется дефиците очень хороший сценарист который прям толково пишет и особенно юмор так как это самый сложный жанр да я думаю наоборот ну юмор и сокращение меньше и меньше будет что очень специфичное и там мы же понимаем что там и сценаристы очень специфические да то есть я это тоже вот по совместному будет со скалом там и с василием я это прям четко понял что это прям особый как бы сценаристы они другие не всегда такой станет напишет нормальную грамму но смысле то есть они могут в основном вот то есть да то что то что востребовано комедийный сериал конечно очень востребованы но если вот вас ждать вообще я вот думал откуда они должны появиться понимаешь то есть ну они должны появиться все ну например ну хорошо юмор писать очень так ну как сказать но несложно но короче нужно его по книжкам точно не напишешь да его надо прям практиковать но вот просто там прям мелодрамы драмы например ну откуда они должны взяться именно те которые сразу пишут на том языке на котором будут сниматься я вот до сих пор нет но я думаю в академии на и но на жизнь в другом где там же есть специальные такие наверное эти факультеты я просто не знаю там есть там нет ну ты думаешь как там появится это кажется нужно обязательно да так как у нас этой индустрии очень развивать я думаю новые эти специальности открывать и туда привлекать таких зарисов да потому что квн уже не тот час квн уже как как мы давно играли за там голодные просто что выйти нас за идею такого час да и нету сейчас уже нас ну то есть любой человек который считаешь твою чувство юмора сейчас может снимать таким войны ну да написать стендап например потихоньку вызываться один из команды то есть он не зависит уже по сути ну там вот только вот один он либо смешной с кисточком условно либо не смешной да у нас же так было там в коврине же ну не обязательно ты сразу такой смешной потихоньку годами там что-то вместе делаем 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 а потом в доме тоже как бы что-то получается и плюс если здесь какие-то хорошие сценаристы будут их же в россии могут пригласить я там-то бюджеты другие не ну я вот как раз таки думал что именно казахоязычные сценаристы то есть те которые пишут на казахском языке ну у нас снимаются сериалы да ну вот те же мелодрама например там вот у те же там келенджан например он на казахском сразу писалось сценаристами у него даже в ютюбе большие показатели ну больше миллионы например но как их делать так чтобы много получается она не может россию если русский язык там на русском научиться ну так же как любое место на английском учатому щеку ты будешь поехать но если он пишет на своем родном языке как бы ну мы все от этого выигрывают по идее ну да я бы с такими сценаристами бы работал в том числе но такие сценаристы если они уже чуть-чуть знают то что себе цену да грубо хорошо пишет они за такие сериалы же не будут браться потому что мало же платят я же горжу она же прям сценарий особо не учитываешь у нас там по смете всегда сценарий там самый маленький стоит у нас лучше там возьмут там крутую камеру в аренду там со сколько-то там долларов смену да я сценарий это второе но вот эта проблема кстати да которую можно обсудить но я тоже человек я тоже придерживаюсь такой согласен с тобой что сценарий уделяется очень мало внимания но я думаю эта ситуация тоже поменяется просто потому что ну камеру есть у всех как бы это но уже да уже дальше у нас там наш пилотяда пойдешь там у алмату показывать на кинокамеру нифига себе там о казахи в кадре на на кинокамере да то есть ну качество уже все ты смотришь сейчас этому уже не удивишься техническое это каскаде доступность завтра уже снимать примерно на одинаковые камеры но есть жайдер мальчики же есть кто на казахском допишет там по юмору тоже очень но есть наверно талантливые пацаны которые пишут но они сразу на 1 вот сильно уже сидят где-то кому-то пишет там кому-то милу те кто юмористы они уже там сразу к нашу комедийные фильмы также начинают такие мелодрамы я думаю смеси и кто комедии пишет они мелодраму сможет написать сможет да да ну а вообще я думаю надо вот в академии где у нас есть только искусств джужгене или там в астане там кажется шабаду баллов тала неполно из какой-то факультет по моему да я думаю надо надо обучение наверно потому что какая такая и здесь уже 2 если даже такие специальности поятия и здесь второй вопрос возникает будут ли преподавать сценаристы работаешь я даже думаю но даже не очень хороший но вот по сути за мы тоже жургенева не не всеми довольны кто выходит по стать выпускниками которые сразу если человек параллельно с этим не работал у него очень мало ну то есть ну хотя я могу сказать что даже те ребята из америки приезжают и все они сразу востребованы и все сразу получаем потому что они говорят что мы напрямую по сценарию преподают люди у которых ни один сценарий там не выше не сняли матчу он что может научить это просто теорию что ли теорию там ты мог бы и сам просто почитать а если какой-то хороший практик там который знает но я просто думал так вот как сейчас это работает знаешь если человек хотя бы отучился на сценариста ты думаешь ну он может быть хотя бы хочет это ты же но мы же сейчас еще проблема в том что а кто хочет ну есть люди которые хотят но я честно но это это конечно кто будет развиваться дальше то есть когда понимаешь ему поступил учиться там может ему плохо преподают но он хочет это знать что уже кому свою жизнь ну на тот момент посвятил он считает что он этому служить посвятить да это же фотофильтр хотя бы а так где на улице искать или или же знаешь но это я это конечно больше не казахоязычным относится к русскоязычным или люди ко мне пишут они могут у меня и сценарий ну а на самом деле не сценарий у них вот эта идея до которые пресловутая идея которая за которую все держатся до понимаешь ну и получается что но эти люди думают что чё что-то будет очень легко ну то есть я вот идею расскажу по сути я все же сделал уже но это же практически ничего и людей будут ли поступать смысле вот на эти факультеты там на эти специальности знаю то что сценаристы там хорошие конечно понятно там хорошо зарабатывает может но это хороший сценарист они еще и сами производят что-то делать в итоге суммарно они могут и зарабатывать а если ты чисто будешь просто как сценаристом писать я не думаю тоже много заработать вот ты знаешь это как это в россии есть такой вот известный сценарист по сути илья куликов ну вот он полицейский сублевки вот глухар писал и прикольно ну там был такой фактор и в одном из интервью у него спрашивали он короче приехал на красный ferrari короче ну я сам еще такой очень не люблю так как любите как дела но я подумал это классный сигнал людям которые хотят заниматься сценариями в россии какой сигнал что ты можешь дойти своим трудом вот сначала был сценаристом и стал настолько востребован сценаристом что настолько богатого концом ноги что он приехал на красный феррари куда-то потом он потом ему дали сказали режиссирую свои сериалы сам будь режиссером потом он стал продюсером потом уже проезжал свою компанию то есть этого бы ничего бы не было из того не было сценаристом ну то есть ему надо пробиваться режиссеры там ну еще кучу времени понимаешь а тут как бы чего то есть это путь где тебе условно год и потом кем угодно пульс на это мы по сути понятно может быть у нас сейчас с этим вопрос да но с другой стороны я подумал что вот этот красный феррари для людей ну как вот как сказать ну по сути как миллиард каймбайвок это знаешь да сейчас на этот эффект везде там их у приходишь на локацию если раньше ты говоришь ну мы же кино там снимаем у нас нет денег но это мне все говорят я не знаю что там не сталкиваться возле качества после того как сказали что они заработал миллиард все так вы же киношники у вас много денег а все же думают то что весь миллиард там кто-то в карман положил там весь миллиард они же не знают то что кинотеатр столько-то забирает нам стопы и конечно люди выраги там да поэтому я и говорю что вот эта красная феррари для меня теперь стало такое ну хорошо что он так сделал что-то сидит для него картинка есть понимаешь что типа можно если хорошо писать сценарии до стать богатым человеком и чтобы у тебя был классный феррари но я думаю там вообще для многих вдохновляющий примеру да то есть в россии там сколько за одну серию там какие расценивания ну даже среди вот этих которые там он сейчас самый все равно самый востребованный плане денег пусть им просто отдают проект ну как получается как шоу ранилось да как в америке да то есть если он есть в проекте это один проект если его нету в этом проекте и как режиссера как автор сценарий то это вообще другой проект то есть ну на него может деньги не на канал понимаешь вот так уже имя всегда конечно это уже имя и очень круто но у него нужно ютюбе к разговору ютюбе ну представь у сценариста там помо 200 тысяч подписчиков у сценариста ну и мы понимаем да там понятного актера может быть даже у режиссера какого-нибудь но у сценариста до другого чтобы то есть и он там что там какие-то видосы скидывает там ну смысле ну понятно что он такой то есть это пример для людей которые ну типа ну вот на рта стремится и я думаю что нашим бы тоже всем ну как бы на нам самим тоже в том числе надо бы хорошо бы стремиться вот в эту сторону вот с таким большое спасибо мне кажется очень содержательный интересный разговор был вам спасибо за приглашение если что-то не так я извиняюсь это моё второе интервью только жизнь может быть мне кстати приятно что ты мне до 7 скажет и смотрел к смотрю мой канал тоже видео с моего канала и это прямо в новом году в новом сезоне прямо заряжает в том плане что все может быть ну не зря сделано и делается поэтому спасибо большое за этот разговор это был видеоблок серии продюсер подписывайтесь если вам это нужно всем пока до свидания